Привет, меня зовут Димми, и сегодня я расскажу про юнит Thermal 2. Как всегда, начнём с распаковки. Далее посмотрим на доступные блоки для данного юнита в UI Flow, затем напишем приложение «Холодно-горячо». Давайте начнём! Юнит Thermal 2 является тепловизором, который снимает не свет, а инфракрасное тепловое излучение. Данный продукт применяют в самых разных областях – от медицины до энергетики. В комплекте с юнитом идёт 20-сантиметровый ГРОВ-кабель. Юнит обладает компактными габаритными размерами с высокой степенью интеграции. Помимо датчика MLX9640 и микроконтроллера ESP32PICA-D4, есть программируемая кнопка, RGB светодиод и пищалка. Подключают к базовому устройству по интерфейсу I2C. Инфракрасный датчик обладает углами видимости 110 и 75 градусов, разрешением 32 на 24 точки и способен производить измерения температур в диапазоне от минус 40 до 300 градусов Цельсия. Есть программная возможность настройки пороговых значений и обработка данных из кэша. Хорошо. А теперь давайте перейдём в UIFlow и напишем приложение. Для доступа к набору блоков необходимо добавить термал-2 из библиотеки юнитов. Для данного продукта доступно большое количество всевозможных методов, которые разделены на две группы – Read и U-Write. Здесь можно узнать состояние кнопки, состояние температурного реагирования, идентификационный номер устройства, версию программного обеспечения, I2C-адрес и прочие параметры. Методы U-Write позволяют настроить юнит, а методы Read – получить текущие настройки. С помощью данных блоков включим пороги срабатывания. Далее установим значение температур для границ. Затем настроим цвет светодиода, который будет светиться при достижении порогового значения температуры. Для нижней границы сделаем синий цвет, а для верхней – красный. Хорошо, теперь давайте загрузим программу в базовое устройство и посмотрим, как это работает. Удивительно, что можно измерять температуру тел на расстоянии в несколько метров. Не забудьте подписаться и нажать «Нравится». Стэм-контент сделал Диме. Текст читал Сергей Колбинцев. Диме. Текст читал Сергей Казахер. Продолжение следует...